Хочу сегодня поговорить о садовых крупнолистных гортензиях. Какие уже на них почки, они уже пошли в рост. Это гортензия Мася. Позапрошлом году куст у меня подмерз, как-то плохо рос. Я его полностью обрезала и в прошлом сезоне наросли очень хорошие побеги, такие на них вырезавшие цветочные почки хорошие заложены. Если не будет возвратных заморозков, то все будет красиво цвести. Я пока еще не убираю люди. Возможно придется на ночь закрывать, если предвидится по прогнозу минусовая температура. Рядом растет у меня куст садовой гортензии, которую я покупала на рынке. Как она называется, я не знаю, но судя по описанию и цветкам, это гортензия, разновидность пильчатой гортензии кориана. Вот так она у меня цвела в прошлом году, летом и было повторное цветение осенью. Она очень красиво цветет, но ее надо немного укрывать, когда сильные морозы. В этом году, зимой, я ее укрывала буквально на неделю. Когда опускалась температура, там до минус 10 градусов, укрывала, стоят дуги такие над кустом, и я укрывала в два слоя агроволокном. Зимостойкость у этой гортензии средняя. Сейчас я буду делать санитарную обрезку. Уже видно сухие побеги, немного обломанные, сухие. Все эти я буду удалять. Очень, очень тонкие рекомендуют все, которые меньше 5-7 миллиметров удалять. Но я пока буду удалять только сухие. Обрежу верхушки там, где были цветы и осенью я их обрезала. Ну, а все остальное пока буду оставлять, когда уже будет более понятно. Все пойдет в рост. Тогда уже можно часть с тоненьких веточек использовать в качестве черенков для размножения. Аккуратно надо обрезать, чтобы не задевать цветочные почки и не опламывать их. Центр куста я засыпала обычной землей. Немного под низом перегной был. Теперь надо эту всю землю убрать. Аккуратно палочкой, потому что вот уже идут хорошие в рост, хорошие идут побеги. молодые веточки. сухие ветки уже видно. Если я не уверена и не знаю, сухая это ветка или нет, я обрезаю ее частично и смотрю. потом обрезаю дальше. Эта горстанзия у меня растет на солнце до обеда. бывает очень жаркие дни. Я устанавливаю над ней зонтик. потому что как бы хорошо не поливала, бывает и утром и вечером поливаю и все равно, особенно когда цветет уже недостаточно воды. А если не уследить и хотя бы раз плавянуть цветы на гортензии, то уже реанимировать их очень сложно. цветочные почки у этой гортензии закладываются летом. и поэтому не обрезаются, только делается санитарная гортензия. Эту гортензию я подкисляла квасцами. 100 грамм квасов я закопала с разных сторон куста. и в прошлом сезоне летом она порадовала меня розовыми и голубыми соцветиями. Теперь главное уберечь от возвратных заморозков. Рядом вот тоже растет гортензия. К сожалению, эти все гортензии мне или дарили, или я покупала на рынке, поэтому название их я не знаю. Но смотрю, что в этом году они очень хорошо перезимовали. Этот вкус гортензии у меня смесь. Это я привезла с Праги черенки. Кустику два года. Музыка 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 Музыка